На 63-м километре трассы Ивдель-Хмао, где-то примерно неподалеку от поселка Оус, посреди глухой уральской тайги, в четвертом часу пополудни, то есть посредь бела дня, приключился очень неравный и смертельный бой между подорожником и грузовиком. Предыстория такая. За несколько часов до рокового удара из Ханты-Мансийского автономного округа в Ивдель на Тойоте-Авенсисе выехала супружеская чита, 59-летний рулевой и его 63-летняя жена на месте смертника. Про водителя Авенсиса известно, что пилотского стажа у него 12 лет, и в этом коронавирусном году он 6 раз попадался гаишникам на нарушениях ПДД и все 6 раз за превышение скорости. И вот посредь бела дня, в окрестностях поселка Оус, этот уже не молодой любитель быстрой езды, не справился с трассой, Тойоту выбросило на чужую, а там волею небес в это время оказался значительно более крупный и тяжелый грузовик МАН с кузовом породы Тонар, который пытался отвернуть и уехал в кусты, а впрочем, долой от себя тину. В 15.50 на автодороге Ивдельхмау произошло доставку происшествия в части автомобиля Тойота Авенсис и автомобиля МАН. Водитель автомобиля Тойота Авенсис двигался со стороны автоматического остановного округа в сторону города Ивделя. На штретнем километре автодороги Ивдельхмау не справился с управлением, допустил выезд на пол с встречного движения, в итоге чего, допустил столкновение с автомобилем МАН. В ходе данного происшествия, в виде автомобиля Тойота Авенсис скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля Тойота Авенсис и его жена доставлены следственными повреждениями в городскую больницу города Ивделя. В данное время находится на извлечении. У обдавевшей на ровном месте женщины врачи Ивдельской горбольницы надиагностировали страшные увечья. Открытую ЧМТ, сотрясение мозга и закрытый перелом грудной клетки. Для 63-летнего возраста, когда косточки срастаются не так охотно, как в 20, травмы очень тяжкие. Врачам сейчас на всей планете нелегко, не только вывдели, но они борются за жизнь женщины из ХМАО. Уважаемые участники дорожного движения, длительная просьба при движении по автодорогам Словской области следовать правила дорожного движения, а также учитывать погодные условия.